Дорога Минина Штабная велопрогулка от Нижнего до Балахны поможет запомнить его надолго. Возможность студентам объединиться, возможность людям встретиться, выпускникам, возможность втянуть новичков в велодвижение, возможность просто пообщаться и хорошо провести выходной день. Маршрут по следам ополчения 1612 года без особых сложностей в пути дает шанс испытать себя даже новичкам велоспорта. А люди с опытом из года в год возвращаются на дорогу Минина, чтобы снова ощутить себя частью этого потока. Здесь понимаешь, что велосипедист это звучит гордо. Велоспорт требует определенной выдержки, выносливости, целеустремленности, настойчивости. Если ты где-то прокололся, у тебя нет насоса, заплатки, велосипедист любой проезжающий, если у него есть велоаптечка, обязательно остановится. То есть велосипедисты, вот сколько лет, больше 10 я уже активно этим занимаюсь, всегда представляют такое дружное велобратство. Насколько я знаю, в университете больше никто так не собирает, вот только радиофаковское звено ездит. Я считаю, это круто, потому что сам пробег является популяризацией велоспорта. Вообще заявляют о том, что велосипедистов в Нижнем много, что их права на дорогах и так далее надо как-то поддерживать и так далее. Ну, потому что инфраструктуры в городе, конечно, почти никакой нет для велосипедистов. Ну и просто общение, все, так сказать, приветливые, все открыты к общению, поэтому заводить знакомство прям замечательно. Участие в велопробеге имени Минина не только спортивный, но и гражданский поступок. Тот факт, что количество велосипедов в цепи с каждым годом растет, говорит о многом. Не исключено, что в будущем к радиофаку присоединятся и другие факультеты Нижегородского государственного университета.